Чемпионат Сельгинского района по мини-футболу вступил в решающую стадию. Начался второй этап турнира. На предварительном 14 команд провели матчи в один круг. Далее определилась первая семерка, которой в течение ближайших 7 недель предстоит выявлять чемпиона и призеров. Вторая семерка поборется за малые награды и за путевку на следующий сезон в так называемый первый дивизион. Самое интересное, что второй дивизион на старте решающей стадии включает в себя уже не 7, а 8 команд. К числу участников добавился молодежный коллектив Юниор, возглавляемый тренером Евгением Кузнецовым. Наставник подготовил ребят к матчам на этом серьезном уровне. Первый же поединок показал, что Юниор может не просто вести борьбу, но и создавать соперникам проблемы. 21 февраля под куполом Олимпа Юниор встречался с СГТ. Для студентов, мечтавших о медалях чемпионата, участие во втором дивизионе скорее недоразумение. Но теперь, чтобы пробиться в лигу сильнейших, им необходимо выигрывать здесь. И выигрывать достаточно много. Мотивации, как говорится, никуда не делась. Уже в первом тайме футболисты в синих манишках создали приличный задел, чтобы чувствовать себя комфортно. Денис Сергеев и Денис Кондусов в этот день были главной ударной силой у команды. А вот в воротах играл Дмитрий Сергеев. Денис Абрамов, основной голкипер СГТ, уже не в этой команде. Он присоединился к Дюзш. Выиграв первую половину, студенты контролировали ситуацию и после перерыва. Но, как было сказано выше, Юниор показал себя коллективом, который никого не боится. Игроки в оранжевых майках часто атаковали владения Дмитрия Сергеева и трижды в итоге добились успеха. Отличились Константин Отлашов, Вячеслав Маськин и сам Евгений Кузнецов. СГТ ответили десятью точными ударами. Денис Кондусов забил четыре мяча, Денис Сергеев оформил хет-трик. Дважды ворота соперника поразил Илья Кручинин. Итог 10-3. Студенты одержали первую победу и теперь в любом случае готовы покорять вершину второго дивизиона. Юниор заслужил твердую четверку. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Т fiulet «Радуга-3» С từм.